История еще и дякаючи небывалой массовости акций в регионах. Сотни людей в разных городах краины вышли на улицы. Разом с ними были некоторые вядомые политические особые. Что правда и там не вышло без затримания у тем лику и наших коллегов. Тему протягни все влачлыков. Агулам не кальки тысяч человек на дозволенных митингах у городней Береси и на несанкционированных уладами акциях у Гомли и Витебска. На початку подавалось, что у адрознений Адменску акции пройдусь спокойно. Однако уже в часе митинга у Гомли самотный правоохумник намагался затримать незалежную журналистку Ларису Щерокову. За ее заступилися люди. Уличывающую новинку со столицы атмосферы свята не было. Гучовали только социальные и политические потребования. На стране вообще нет работы никакой. Большая часть населения у нас будет без работы. Колхозы у нас оказались в полной же. Уже после акции затримали двоих удельников и двоих журналистов порталу Тутбай. Фотокореспондента Ивана Яревановича и журналистку Олену Бичкову. Попереджение за супрацу с Білсатом отримала и фрилансерка Лариса Щерокова. Мы находимся в Гомеле, где после окончания акции затримали одного удельника. Шести уберостей, во которые брали удел, когда тысячи человек, прошло без затримания. Настрои на заходе героини не одрознивались от гомельских. Я не согласен с задержанием независимых журналистов. Я не согласен, что у нас нет прав. У нас нет никаких прав в нашем государстве. Я не согласен с декретом номер три. Это позорный декрет. Надо два месяца работать в год, чтобы отдать только вот этот налог. А когда учиться, когда развиваться, когда читать книги, когда жить людям. Люди подкресливали, что они верят в сюжеты державного талибачения, где пужали провокациями и боевиками. Поводля кандидата на президента 2006 года Александра Беренкевича, и Кисоня, так само бы уберясь те влады сами себе загоняют в небеспечную ситуацию. Это абсолютная хрустня, неправда. И это шкодить в стране, потому что большинство людей хочет спокойных, мирных, и тут про это говорилось, переменов. А влады этого не понимают. И когда не отбудется, все-таки, по-разумению певное, диалог, про который говорили, он очень тяжкий, мы можем проиграть страну. Улады активно рихтовали сей данной дозволенной акции у Витебску. Однако техника не витримала границей. Оля Мосту-Блахина закарився у ТАЗАК. Ужав на самым митингу певная спроба диалогу местовых уладов с протестовцевым мило места, диалогу довольно однобакового. На несанкционированные митинги, никакие вопросы мы здесь решать не можем. Будем решать в понедельник. Ужава граждан, ответствую, вас всех предупредили. Спасибо за минуточку внимания. После шестя омаповцы затрымали наших коллегов, Вольгу Чайчицей и Сергея Ковалева, який верен на упростовую трансляцию с места подеев. Одинным областным центром, где правоохранники у День Воли устремались от затрымания, стала Городня. Удельники были незадоволены перед всем организацией и акцией, да и словами головных ораторов. Лидеров компании «Говори правду». Мы делаем это государство, мы все сделали. Они просто работники, мы их наняли. Мы наняли, мы платим налоги, мы их содержим. И мы государство. У вас на такие простые думки 99 годов тому провели до повстания белорусской державы. И тогда, и сегодня, пероконать у ихной рации было надзвыше складано. Усел от шлыков Белсад.